Сегодня планируется рассмотреть страшные для города и в целом для страны проекты законов. И я прошу каждого, кто сидит в этом зале, задуматься над той мерой ответственности, которую он сегодня на себя берет. Нам доверяют люди и москвичи, в отличие от вас. И мы не призываем никаким изменениям в стране, переворотам и всей остальной вот этой ереси, которую вы нам сейчас рассказываете от имени всех москвичей. Поэтому очень рекомендую всегда думать о том, о чем вы говорите. А москвичи, поверьте мне, разберутся. И это уже ждать недолго. И это уже ждать недолго. Я как депутат и как психиатр не могу смолчать в данной ситуации. Мне иногда кажется, что когда я иду на заседание Думы, что я иду на бенефис Елены Анатольевны. У нас запрещены личные обращения. Прошу прощения. И с моей точки зрения, вот девочки, мальчики, смещение власти, вот эта аффективная логика говорит только одно. Я здесь не зря. Спасибо. К сожалению, ситуация в судебной системе после моего предыдущего выступления кардинально не меняется. Как только, например, строительные и транспортные олигархи заходят в тупик из-за протестов жителей Москвы, они посылают москвичей в суд. И доверчивые москвичи туда идут, не понимая, в какую ловушку их посылают. А вот этими девочками, которые были только что у меня... Елена Анатольевна, простите, пожалуйста, еще раз вам делаю замечание. Елена Анатольевна, это не девочки. Елена Анатольевна, прекратите, пожалуйста, с трибуны подобного рода обращения. Это не девочки. Я депутат, я говорю то, что считаю нужно. Если вы хотите меня привлечь в ответственности, можете это сделать. Так вот, эти девочки... Елена Анатольевна, конкретные пункты документа, которые вас устраивают, назовите их, пожалуйста. ...и дать указания, сделать то-то, то-то и то-то. Так наша судебная система никогда не превратится в настоящий законный инструмент и в инструмент защиты прав народа. Честно говоря, хотел бы извиниться за такое обращение. Во-первых, там и мужчины тоже сидят. Во-вторых, все-таки люди еще не начали работать. Поэтому у нас всегда есть возможность обратиться к Ольге Александровне, если у нас есть какая-то фактура на работу этих людей. Говорилось не о возрасте. Можно быть стариком... Елена Анатольевна, выступление по мотивам голосования. ...и неправильности и никакого жизненного опыта. А можно и в 30 лет быть умницей и набраться уже значительного опыта. Речь не о возрасте, а речь о решениях антинародных, которые принимают московские суды. Нажимайте, Николай Николаевич. Нет, нажмите на электронном табло, пожалуйста. Депутат Губенко, пожалуйста. Я хотел бы принести, поскольку я являюсь частью фракции КПРФ, принести извинение за то оскорбление, которое нанесено депутатом Шуваловой, нашим народным судьям. Если выражение голосует за антинародные решения, тогда бы уже госпожа Егорова давно была за решеткой, если бы эти антинародные решения реализовывались. Я прошу воздержаться от такого рода высказываний мою коллегу. Я вынуждена еще раз повторить свое мнение, которое высказала уже дважды, о том, что решения принимаются в рамках закона и действующей Конституции, и я буду голосовать против.